Как уполномоченный по правам человека, ежегодно осуществляем мониторинг соблюдения прав многодетных семей. В области сегодня улучшаются их жилищные условия, предусмотрена оплата проезда на общественном транспорте, гражданам осуществляется оплата за коммунальные услуги независимо от степени их нуждаемости, детям приобретается школьная форма, дети до 6 лет получают бесплатные лекарственные препараты и другие меры поддержки. Мы видим, что государство целенаправленно реализует семейную демографическую политику. При этом оно не останавливается на достигнутой отметке, а продолжает принимать меры социальной поддержки, работать над улучшением качества жизни граждан. В последнее время очень большое внимание уделяется семьям с детьми. Растет объем средств, которые тратятся на поддержку таких семей. Если сравнить, то в 2018 году около 3 миллиардов уделялось, а уже к началу текущего года эта сумма достигла 8 миллиардов рублей. Растет и численность многодетных семей. Если в 2018 году в области проживало 9 тысяч, то уже к текущему году мы ожидаем 11 тысяч семей. С 2022 года в области введена новая мера поддержки семей, в которых одновременно родилось трое и более детей. Это социальная выплата на приобретение жилья. Стоимость этой меры составляет 3 миллиона рублей. Такой мерой у нас воспользовались три многодетные семьи.